Подключаем ардуину к компьютеру. В неё нужно будет залить прошивку лардуина ESP. Открываем файл примеры, ищем там лардуина ESP. Если такого нет, то указываем в меню инструменты плату LGT8F. Теперь в примерах появится нужный нам раздел. Открываем файл примеры в разделе примеры для LGT8F328. LARDUINO ESP LARDUINO ESP Настраиваем инструменты, как обычно для вашей ардуины. В моём случае это Arduino Nano 328P. Далее необходимо внести небольшие изменения в один заголовочный файл ядра ардуина. Нам придётся изменить размер буфера Serial RX. Это делается временно, только для прошивки скетча программатора в ардуина. Потом нужно будет вернуть как было. Данный параметр играет ключевую роль в процессе прошивки зелёнки ардуиной. Если его не выставить в 250, то зелёнка просто не прошьётся, а процесс прервётся с ошибкой. Файл, который нам нужен, находится в папке с ядром ардуина. Открываем в любом текстовом редакторе файл hardware.serial.h. Находим Defined Serial RX Buffer Size. И меняем значение на 250. Возвращаемся к ардуиной идее. Прошиваем в ардуину скетч лардуина ESP. После успешной прошивки скетча программатора в ардуина, отключаем ардуину от компьютера. Возвращаем значение размера буфера Serial RX как было. Подключаем пациента к ардуине по следующей схеме. Красный и чёрный соответственно питание. Коричневый SVD, синий RST, жёлтый SVC. Между пинами ардуины, GND и RST нужно подключить конденсатор на 10 микрофарад, чтобы ардуина не перезагружалась в процессе прошивки и не возникало ошибок. Синий провод на 10-й пин, коричневый на 12-й пин и жёлтый на 13-й. Соответственно получаем, справа налево, подключение по питанию, SVD к 12-му, RST к 10-му и SVC к 13-му. Подключаем ардуину к компьютеру. Открываем в ардуино IDE скетч, который необходимо прошить в зелёнку. В данном случае будем прошивать стандартный блинг. Настраиваем инструменты как показано на видео. Неважно, что выставить в Arduino SESP. Этот параметр используется только при прошивке другой зелёнкой в качестве программатора. Или через USB UART. Прошиваем скетч, загрузить через программатор. Готово. Блинг прошился в LGT 8F. Если в зелёнку нужно прошить загрузчик, то при тех же настройках нажимаем «Записать загрузчик». Если загрузчик зашился успешно, то плата будет периодически дважды мигать светодиодом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok